На их плечах лежит огромная ответственность – сохранение природного и культурного наследия страны. В заповедниках и национальных парках большой штат. Инспекторы, научные работники, а также сотрудники отдела туризма и экологического просвещения. В преддверии своего профессионального праздника специалисты Анапского утреша запустили проект «Хочу работать в заповеднике». Школьники написали эссе. Необыкновенно интересные получились у них работы, потому что они видели, что такое заповедник. Они там были, они видели работу экскурсовода, поэтому большая часть, конечно, захотела работать экскурсоводом, но и не меньшая часть инспекторами, учеными, зоологами, орнитологами. Матвей 18, и он студент первого курса. Со второго класса он увлекается наукой присмыкающихся. Змеи ему нравятся за их грациозность и быстрые движения. В своем сочинении анапчанин написал о видах, которые обитают в Краснодарском крае, и особенностях, по которым можно определить идовитую особь. В перспективе юный исследователь хочет стать специалистом диагностики и лечения болезней рептилий в заповеднике Утриш. Во-первых, там больше растительности. В остальных местах там как бы не защищают рептилий. Получается, на Утрише прям хорошо защищают. Сочинение высоко оценили специалисты Анапского заповедника и пригласили Матвея на беседу, в ходе которой юный ученый задавал интересующие вопросы. Вы как-то вообще животных помечаете или как-то считаете их на территории? Да, мы животных считаем. Проводится учет. Существует несколько методов для разных видов животных. Это связано с особенностями их жизнедеятельности. Очень приятно, что ребята откликнулись. То есть это у нас было не в обязательном порядке. Не то, что мы кого-то заставляли, а вот ребят действительно поделиться своими мыслями, своими соображениями. Как они, какие они сделали вывод, исходя из наших нескольких встреч с ними. Почему работа в заповеднике важна? Чем большему количеству людей мы донесем эту ценность с помощью экологического просвещения, тем больше вероятность, что это место сохранится для наших потомков. Также в честь праздника на официальном ютуб-канале Утриш выйдет несколько фильмов о том, чем занимаются сотрудники особо охраняемых природных территорий. Никита Васюхин, Михаил Попов. Анапа. Регион.